Мы на конференции в Сочи, сейчас будет выступать Станислав Орехов. Розана, Диляра, привет твоим подписчикам. В Сургуту передаем привет. А где аплодисменты спикеру? Я так долго ехал к вам. 5 утра встал сегодня. В Сочи замечательно. На самом деле, выбираться... Я не ожидал, честно говоря, сидишь в Москве. А здесь прям так тепло, приятно. Прям совершенно для мозга совершенно другая история возникает. Очень круто. Буквально там за пару часов совершенно новое настроение. Дмитрию спасибо. Где Дмитрий у нас? Нету. Меня сегодня встретил, привез, отвезет. В общем, супер сегодня было. И спасибо организаторам за приглашение, конечно. Спасибо, что вы пришли. Я думаю, что у нас будет около 55 минут осталось. Но я думаю, что сегодняшняя моя... Ну, не лекция, наверное, общение будет какое-то интересно, запоминающимся. У меня сегодня будет задача рассказать вам всю последовательность, к чему я в итоге пришел. За 17 лет я уже занимаюсь этой темой. Творчеством. Бизнесом примерно, наверное, лет 12-15. Примерно так. И хочу рассказать по уровням. Сегодня важная очень тема, как переходить с уровнями по уровней. С нуля 50 тысяч, 150 тысяч, 300 тысяч, 500 и до миллиона дойти. То есть как можно в индустрии дизайна примерно такие деньги зарабатывать. Интересна вам такая тема? Нормально? Супер. Нам понадобится еще микрофон, где организатор. Потому что я буду рассказывать, конечно, но я хочу еще с вами пообщаться. Потому что лекцию вы можете послушать в интернете на самом деле. А вот пообщаться, задать вопросы. Задавайте любые вопросы, особенно даже если что-то кажется, что что-то не работает или что-то не то, или что-то я какую-то чушь несу, как раз-таки это хорошо. То есть скорее всего на такие вопросы я смогу ответить достаточно компетентно и достаточно правильно. Короче, не бойтесь обидеть, задавайте любые вопросы, которые вас беспокоят. И не бойтесь показаться, что если что-то нравится, не нравится, вам можете сказать, что что-то не то. Кратко буду рассказывать. То есть кто меня не знает, поднимите, пожалуйста, руки. Есть ли такие? Так, отлично, отлично. Кто знает? Так, все почти. Окей, тогда быстренько пропустим этот этап. Я работаю с корпоративными клиентами, с частными клиентами. Пролистаю просто картиночки, чтобы понимали, кто не знает, какие мы делаем, как работаем. Примерно вот такие вот объекты в разных стилях. Предпочитаем натуральные материалы, приверженцы этой темы. Текстиль любим, текстильщикам привет. Но сами не делаем, текстиль обращаемся всегда к специалистам, конечно, потому что это отдельная большая тема. Вот, работаем в классических, современных, в разных стилях. Есть у нас определенный подход, и нас выбирают клиенты. За что нас клиенты выбирают? За то, что у нас именно есть последовательность. То есть мы умеем превратить творческую историю в последовательность, в системный какой-то подход. То есть вот это очень важная часть. И многие клиенты, когда видят прогнозируемость, безопасность, гарантию результата, они обращаются к нам. Вот мы это можем гарантировать. Также у нас есть школа дизайна. Кто-то, может быть, у нас учился. Есть кто такие? Есть, да, несколько человек. Отлично. Школа дизайна, школа визуализации, школа по бизнесу и так далее. У нас конференция в Москве большая, на тысячи человек была в прошлый раз. Каждый апрель проходит, поэтому приглашаем вас, проводим. На ней выступают в том числе наши выпускники. Также вот я веду авторский надзор, снимаю видео. Можно подписаться на мой YouTube-канал, посмотреть. У меня есть телеграм-канал, где я делюсь тоже информацией, и инстаграм-канал. Ну, в общем, все как в лучших домах. Так, форум, мастер-група и так далее. Ну, хорошо, об этом я расскажу чуть позже. Давайте оператора попросим включить нашу лекцию уже на методичку. Я прошу прощения, я нехорошо готовлю презентации. Я, в принципе, вообще презентации не готовлю. Вот эту я сделал давно. И вот, в общем-то, с ней так и катаюсь. Хотя проектов уже много есть новых, скоро сделаю. Это я сделал сегодня в самолете в 6 часов утра. Но она полезная и интересная. Вот готовлю так, но мне поможет человек за пультом сегодня вам про нее рассказать. Так, давайте кратко. Вопрос в первую очередь к вам. У кого, кто сейчас вообще ноль в дизайне? Есть ли такие, кто вообще не умеет делать дизайн? Есть такие? Так, есть несколько человек. Так, но хотите, да? То есть или окей. Смотрите, сейчас я подробно останавливаться на этом не буду. А можно включить нулевой уровень, а то он уехал? А? Уровень пониже. Во-во-во-во, уровень ноль. Ага, вот. Да-да-да, еще дальше-дальше-дальше-дальше-дальше-дальше. Ага, вот нам надо вот ту часть, чтобы смотреть. Значит, нулевой уровень, он заключается в том, что мы еще пока ничего не зарабатываем на профессии, но мы хотим изучить. Здесь я дам несколько рекомендаций, кто хочет, кто старается войти в профессиональную часть. Опять же, из своего опыта могу сказать, что очень важно получить какие-то знания и чему-то научиться. Где и как, это уже дело каждого. В целом нужно обучаться либо на курсах, либо в школе, либо персонально приходить к какому-то архитектору, где-то нужно получить знания. Это обязательно, без этого практически нереально. Самому самостоятельно, как некоторые делают, там сам себе квартиру сделал и называешь себя дизайнером, это не работает. Про себя могу сказать, что я работал именно в компании, и одной из ключевых вещей было то, когда меня критикуют и когда старшие товарищи рассказывали мои ошибки. То есть важно в обучении одна из основных вещей не только делать что-то правильно или что тебе нравится, а получать обратную связь, компетентную и на практике отрабатывать. Это одна из ключевых вещей, чтобы обучение прошло быстро. Так, следующий уровень у нас, когда мы научились, когда начали работать, и мы уже хотим зарабатывать на этой теме. Это уровень первый, начинающий, до 50 тысяч рублей. Примерно на профессию уже можно зарабатывать. Есть ли кто-то, кто сейчас на таком уровне примерно, напишите, поднимите руку, напишите. До 50 тысяч. Все больше, да? Молодцы какие. Есть, да, пара человек? Супер. Есть, есть. Не стесняйтесь, это нормальная тема, потому что самое важное здесь, когда мы первые деньги уже начинаем зарабатывать на профессии. Это переломный момент. То есть до 50 тысяч рублей это хорошая такая вещь, когда мы можем делать визуализации, мы можем делать планировки, мы можем делать комплектацию, помогать, мы можем оказывать консультационные услуги клиентам. То есть так или иначе мы уже находимся в некой тусовке, мы ходим на мероприятия, конференции, может быть даже выступать мы еще не выступаем, но как минимум мы прикасаемся к профессии. То есть это уровень такой, что нужно втянуться. Здесь я, наверное, совет рекомендаций сильно давать не буду, да? Просто важно понять, какое направление здесь именно нам наиболее интересно, потому что направлений в дизайне может быть много. И дизайн это неоднородная история. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что дальше это будет завязано на наш бизнес, на то, куда мы идем и что мы предлагаем клиенту. То есть по сути на нашу услугу. Вот на этом уровне мы уже понимаем, что нам больше всего нравится делать. Делаем ли мы лучше всего визуализацию, как это было у меня, черчение. Я черчение делал, с этого начинал, но мне это не сильно нравилось. Вот, соответственно, я это старался делегировать. Общение с клиентом, это менеджерская составляющая. Либо это комплектация подбора мебели материалов, ориентироваться в этом. То есть здесь уже на данном этапе, как только мы начинаем зарабатывать деньги, мы уже понимаем, что нам нравится делать, а что не нравится. Это очень важная позиция, потому что она поможет нам сделать, выстроить свою уникальную услугу. У кого есть уникальность, которая явно понятная для себя и для клиентов? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть среди вас? Так, несколько человек. Ага, супер. В целом это одна из основных вещей. То есть кто планирует развиваться без некой уникальности, отличия друг от друга, дизайнеров. Вот мы здесь все сидим, все дизайнеры вроде как. Но у каждого есть некий свой стержень, некая уникальность, которая двигает нас вперед. И у каждого она своя. Конкуренции в этой теме нет, если мы нашли себя. То есть если вы делаете… Ну здесь очень сложно получается делать одно и то же, да, только если, ну по сути, себя сильно не уважаешь и копируешь труд других. А если ты делаешь что-то, что тебе близко, что близко твоим клиентам и еще таким способом, который ты привык, то это, как правило, показывает в тебе статус, показывает в тебе вот необычность и именно на это приходят клиенты. Оно может нравиться, оно может не нравиться, но в целом это привлекает и это делает нас уникальными. Вот на этой стадии, на стадии начинающей, очень важно выявить свое «я». Чем я хочу заниматься и чем заниматься я не хочу. Не надо обманывать себя. И если тебе не нравится делать какие-то вещи, я, допустим, в мебели не сильно разбираюсь. Ну как бы мне она неинтересна в целом. Это не плохо, не хорошо, я от этого не хуже дизайнером не становлюсь. Я рисую картинки, делаю планировки в функциональных зонах, в понимании задачи клиента. Я очень хорошо разбираюсь наоборот. Соответственно, я делаю упор на это. И с этого начинаю заходить к клиенту. Именно это я рассказываю, это говорю, что важно. Мебель, говорю, и ткани. Я не знаю, чем ткань там, с какой плотности она бывает, чем она отличается. Мне сильно это знать не надо. Мне нужно знать, что в целом она есть. И у меня есть комплектатор, который поможет мне это сделать. Вот очень многие, опять же, по отзывам, по результатам, когда я смотрю, общаюсь с дизайнерами, очень сильно в голове сидит стереотип, который мешает двигаться дальше. Стереотип заключается в том, что нужно знать максимально детально все обо всем. Это, в принципе, невозможно, либо возможно через 10-20 лет практики. Фокус заключается в том, как мозг нас обманывает. В принципе, здесь так, что как только мы не даем себе разрешения в чем-то специализироваться, мы пытаемся все ухватить. Мы пытаемся охватить всех клиентов всеми способами и делать максимально все, и делать это самому, без команды, самостоятельно. К чему это ведет? Это ведет к проблеме на уровне, в принципе, номер 2. Вот мы сейчас на уровне 2 уже переходим кратко. Когда мы в целом уже зарабатываем деньги до 150 тысяч. У кого примерно такие здесь доходы сейчас есть? Ну, в целом это нормальный стандартный дизайнер. Вот на этом уровне 150 тысяч, там от 50 до 150 стабильно, у нас есть проблема. Проблема, она, это самый, кстати, сложный уровень. Вот именно вот этот максимально сложный. Опять же, у меня из практики тоже он был. Я делал очень хорошо визуализации. Я как бы на них специализировался, я сам руками работал. Вот, соответственно, мне было очень сложно делегировать свой ключевой навык кому-то еще. Мне было сложно просто это сделать, потому что я думал, как же так? Никто, кроме меня, не сделает так же хорошо. Это останавливает в развитии. И очень важная часть вот здесь, на этом уровне на 150, принять для себя решение. Либо ты идешь максимально детально в свой навык, развиваешь его, либо это дизайн, либо это ткани, либо комплектация, либо менеджмент, либо визуализация, любое из направлений. И развиваешь его с точки зрения профессионала, либо ты начинаешь развиваться с точки зрения бизнеса и делегирования. Вот это очень важная вещь, и здесь есть ограничения просто физического характера. Просто они есть, потому что человек, существо, живет во времени и пространстве, соответственно, невозможно, просто никак невозможно делать больше, чем ты можешь делать 24 часа в сутки. То есть невозможно. Дальше после 150 это либо какие-то случайные получаются работы, либо ты VIP клиента какого-то нашел, либо еще какие-то звезды сошлись, тебе просто платят деньги. В долгосрочной перспективе сложно выходить больше вот этих сумм, потому что уже вы начинаете конкурировать с командами, которые работают то же самое, у них уникальность точно такая же, и у них уже распределение обязанностей. То есть очень сложно. Можно получать больше и выходить на больший уровень в одной случае, в случае только один. Сказать какой? Если ты становишься известным. То есть ты можешь в этой компетенции становиться известным, тогда тебе будет платить x2, x3, x5, x10. Просто за счет того, что хотят именно тебя, хотят работать именно с тобой. И хотят, чтобы именно ты сидел и делал этот интерьер, и люди готовы платить. Это как бы немножко другое ответвление, оно у нас будет там в позицию номер 7, чуть-чуть попозже. Надеюсь, успеем все. Но очень важно здесь сделать для себя правильное решение и понять, либо ты углубляешься детализированно в профессию, либо идешь в работу, начинаешь как-то делегировать. Так, пока понятно, да? Супер. Идем дальше до 300 тысяч? Идем. Можно пониже, повыше? Вот. Уровень 3 – это делегирование. Вот 300 тысяч уже можно спокойненько, нормально получать. Ну как спокойно? В принципе, делая то же самое, взяв команду и зарабатывать. За счет чего это происходит? За счет того, что ты распределяешь обязанности, отдаешь черчение, отдаешь визуализацию, отдаешь, допустим, менеджмент, очень важной части. Сам занимаешься тем, что работаешь с клиентами, придумываешь концепцию. Это самые сладкие такие задачи для дизайнера. То есть он одновременно становится главным арт-директором, составляющим, и у него есть сотрудники, которые подхватывают его идеи и двигаются вперед. За счет того, что специалист еще сам общается с клиентами, сам работает, и клиенты счастливы от этого, соответственно. И есть помощники, которые понимают, что нужно делать. За счет этого он может брать не один, два, три проекта правильно, а, допустим, 10. И в сумме получается примерно спокойненько уже эта сумма. Плюс можно добавить уже дополнительные услуги, которые называются комплектация, авторский надзор, управление строительством. Может запартнериться и делать дополнительные услуги вместе с подрядчиками. То есть это все уже тоже включается. Это уже, конечно, на больший уровень, но вот как бы рост взрывной начинается здесь, потому что помимо денег мы здесь еще время свое освобождаем. Что для этого нужно? Я сейчас не буду, у меня есть эта тема подробная максимальность, и кому-то будет интересно, в конце расскажу, где это взять посмотреть. Но вот самая главная здесь составляющая, самое главное, это начать делегировать, распределять задачи. Это первая часть. И вторая часть, это начать вырисовывать свой стиль. Да, да, да. Сейчас я расскажу и микрофон пока дадите. Сейчас я мысль закончу. Значит, вторая составляющая здесь самая важная. Чтобы это была все-таки ваша компания, ваш стиль, чтобы не отдавать всем людям, а они будут делать по-своему, мы должны описывать, начать описывать свой стиль. То есть, соответственно, его нужно понять, что такое свой стиль. Это как ты работаешь, как ты делаешь, какие принципы у тебя в работе. И как только ты это описываешь, то есть это работа такая внутренняя по самопознанию. Как только ты описываешь это, это становится философией некой. Эта философия привлекает людей в команду к нам. И почему люди приходят? Молодые, талантливые, они приходят к нам, потому что они хотят учиться у нас, расти. То есть, команда самой лучшей собирается, когда мы ассоциируем себя с чем-то большим, и они хотят работать и расти. Такие люди будут с нами 1, 2, 3 года. И, соответственно, из-за этого, пока они с нами растут, они, соответственно, получают удовольствие для себя и развитие для себя. И приносят нам пользу в виде работы за зарплату, естественно. Потом, когда они вырастают, они либо остаются с нами, либо идут дальше. Вопрос. Станислав, по поводу этой истории, когда мы начинаем из бизнеса просто переходить в бизнес и делегировать какие-то вещи. Понятно, визуализацию делегировать не так сложно, часто же тоже. А за собой оставляем придумку какой-то идеи. За собой оставляем придумку какой-то идеи, концепцию и общение. Вот если мы делегируем менеджменты это общение, каким образом это вообще должно происходить? Это мой заказчик, с которым я общаюсь, который меня знает, который пришел на мое имя, как я могу делегировать его к какому-то другому менеджеру. Хотя это на самом деле проблема, это занимает очень много времени. Общение, разъяснение, обоснование концепции, подбора и так далее. Какая-то рабочая схема есть? Да, да, конечно. Спасибо за вопрос. Интересно этот вопрос раскрыть? Смотрите, в чем тут суть. Это большая ошибка делегировать именно творческую составляющую. Ты никогда не делегируешь творческую часть, именно ведущий дизайнер. Есть функция, называется ведущий дизайнер. Функция ведущий дизайнер это задача придумать и задача сдать клиенту. То есть именно сдать. Сдает идеи всегда ведущий дизайнер. Очень много времени занимает на созвоны, на договоры, на то, чтобы передавать задачи подрядчикам, помощникам и принимать от них вовремя результат. Это функция менеджера проектов. Также менеджер проектов выставляет счет. Также он следит, чтобы счет клиентам был вовремя оплачен. Он ведет договор. То есть по сути он делает административную работу, которая если делать качественно и правильно, чтобы не было потом проблем, чтобы потом клиент в суд на нас не подал, она занимает достаточно серьезное время. От 30 до 50 процентов в целом чистого времени, которое нужно для того, чтобы создать проект. Поэтому менеджер мы берем не на то, чтобы сдать проект, а на то, чтобы все организационный вопрос решить. Когда вы озвучили, что менеджер проекта выставляет счет, то есть у вас такая открытая база. Ценообразование. Да, да, да. У вас как вы распределяете свою плату и свою заработную плату для себя? В каком проценте или как это все честно должно выглядеть? Так, по финансам интересно? Да. Да? Супер. По финансам как выглядит? Для того, чтобы эта система работала, мы чуть-чуть на самом деле дальше должны прийти. Вот этот вопрос на четвертый уровень. Давайте, наверное, я на четвертый буду рассказывать, и там как раз сейчас к нему приду. Потому что на третьем уровне пока без разницы. Это не важно. Вот как бы 300 тысяч можно и так вот в попыхах. У нас был офис, когда мы работали, и просто нам шли-шли-шли деньги, мы сидели, вот как бы у нас была команда. И кто делал хорошо какие вещи, тот столько и зарабатывал. Я делал визуализацию, чтобы было понятно, я квартиру за неделю делал полностью. Квартира там 135 метров. Почему я это делал? Потому что у меня был менеджер, который снимал с меня все общение. Я просто сидел, и при этом я не полностью время тратил. Я тратил примерно 20% своего времени, потому что мне приходили готовые модели. Я быстро придумывал дизайн, быстренько их визуализировал и говорил менеджеру назначить клиенту встречу. Он все назначал. Я ехал уже к клиенту подготовленный, готовый. Уже все напечатано было. То есть такая оптимизация процесса. То есть третий уровень – это оптимизация процесса без какой-то систематизации. Вообще систематизация в принципе не нужна. И еще один самый главный здесь вот как бы итог. Когда ты уже как белка в колесе, и деньги идут, идут, идут. Их много, потому что ты делаешь работу свою хорошо. Клиенты идут по рекомендациям, идут можно по рекламе. Ну как бы это не сильно важно. Но когда ты делаешь свою работу хорошо, у тебя нет свободного времени вообще. Ну то есть совсем. Это большая засада, потому что сколько так можно продержаться? Год, два, пять, десять. Я примерно 10 лет, ну не 10, лет 7 я так точно работал. И в какой-то момент я очнулся и понял, что я вот 7 лет не был вообще в отпуске. Вообще не был. Как бы я накопил на квартиру, на машину, все нормально, но как бы зачем мне это надо, если я круглосуточно в офисе сижу. Я понял, что я поехал, когда я прямо сейчас помню, я поехал в Египет, сижу вот на шезлонге, выбрался на неделю, а мне там названивают кто-то. И соответственно я понимаю, что я понимаю очень простую вещь, что надо что-то с этим делать. То есть отдыхать прикольно, мне понравилось в этом отеле all-inclusive. Я думаю, я хочу это почаще делать. Я хочу не раз в 7 лет, а ну как минимум там, не знаю, раз в год, может быть два. Вот. И я понял, что решение – это некая система, которая позволит делегировать часть задач на других. И по сути тогда, вот я прям помню четко этот момент, я влезаю из бассейна, прихожу на шезлонг, беру листочек-бумажку бармена и начинаю придумывать систему, в которой мои менеджеры будут работать и забирать часть своей работы. Ну вот к вопросу, сколько это, как делить, у меня этот документ называется финансовая модель. Финансовая модель нужна для чего? Она должна быть прописана обязательно. Она нужна для того, чтобы менеджерам передать управление. И ни в коем случае, вот это как бы будет ошибкой, это я точно могу сказать. Сейчас, могу вот как сказать, что кто-то так работает, есть компании, которые так работают. В моей модели по-другому устроенная финансовая составляющая, я открываю цену. Почему? Потому что я не хочу платить людям зарплату. Я хочу, чтобы они делали проект, как бы и мне наоборот платили. Ну то есть им плачу не я, им платит клиент. То есть я перекладываю ответственность немножко на сотрудников и даю им эту ответственность. Это страшно, дать кому-то ответственность. И таких людей найти сложно на самом деле, действительно сложно. Но такие есть. У меня есть статистика. Один из 20 таких, такие люди. 20 дизайнеров отбираешь, один нормальный. 20 менеджеров отбираешь, один нормальный. Если мы понимаем статистику, то по сути наша задача просто перебрать 20 человек. А перебрать 20 человек, это задача менеджера-помощника, который сидит на зарплате и за примерно 2 дня может перебрать 20 человек. Ну то есть это уже задача организационного порядка возникает, если ты это все понимаешь. Это и есть систематизация. Откуда я это все знаю? Я как бы не учился. И вообще я не из этой темы, да я больше из творческой. Но когда ты достаешь свой кошелек и должен платить кому-то деньги, ты быстро начинаешь соображать. Вот, быстро начинаешь прописывать все это дело и у тебя выстраивается зачаток некой системы. Вот, чтобы ее развить до полной составляющей, вот до всей этой картины, ну мне потребовалось там около 10 лет и достаточно внушительной суммы денег стоимостью, наверное, с квартиру. Да, вот я вложил в разработку этой темы. Вот, но это приносит результаты, потому что сейчас я могу в принципе, ну то есть я в Таиланде жил 4 месяца, во Франции 2 месяца и не просаживалось вообще ничего. Даже мои менеджеры жили в Таиланде 2 месяца просто сами, а общались с клиентом по телефону. Ну они просто говорят, мы поедем туда и будем по телефону все рулить, никто не узнает, что мы там. Ну как бы всем все равно на самом деле, они почему-то это боялись. Я говорю, давайте нормально, но только смотрите, если там связи не будет, еще что-то, ну как бы мы будем вынуждены вас заменить. Они говорят, все нормально, все будет. Ну и все было нормально. Так, дальше что? Четвертый уровень. Четвертый уровень – это уже систематизация. То есть более, стабильно, опять же, стабильно более 300 можно получать, если ты уже расписал все эти истории и ты сам выходишь из процесса. Потому что на 300 ты можешь сам приходить в офис и что-то рулить. На 500 уже тяжело. На 500 нужно себя выводить из этой части. Почему еще это важно? Потому что на 300 вам достаточно, нам тоже достаточно было клиентов, которые приходят по сарапанному радио по рекомендациям. Как бы это нормально. Но как только ты хочешь больше и дальше, тебе нужно заниматься уже маркетингом. Нельзя. То есть дизайнеры как бы… Я очень поздно к этому пришел. То есть я реально вот, наверное, последний только год решил заниматься, вообще понимать, что такое привлечение клиентов, что такое продажи. Я этого никогда не делал вообще. Я думал, зачем мне это надо, ко мне и так идут люди. У нас было нормально все. Вот. И ты думаешь, ну и так все хорошо. И ты можешь еще отдыхать, у тебя там более-менее как бы… Все нормально. Это тоже еще одна большая ошибка для мозга. Она… Когда все нормально, ты не понимаешь, зачем развиваться. Я был на каких-то мастер-классах, там еще мероприятиях. Думаю, чего они… Зачем эти всякие лиды, генерации, это вообще зачем это надо. Инстаграм, все это. Зачем вообще это все нужно. Это как бы пустая трата времени. Ко мне и так люди идут. Я буду делать свою работу хорошо, и ко мне будут идти люди. Вот примерно такая позиция. Эта позиция в корне неверна. И чем… Я вот прям… Ну я прям тупица в этом плане. Я долго не мог понять. Сейчас я могу вам смело и спокойно сказать, что привлечение, порядок привлечения клиентов и продажи – это одна из составляющих. И она нужна именно здесь. То есть если вы дошли до позиции в 300, уже у вас в хаосе работает, то есть следующая часть – это систематизация. А чтобы у вас была систематизация, нужно обязательно, чтобы кто-то приводил клиентов. Потому что кто это будет делать? Либо это делаем мы, либо это кто-то. Подрядчиков найти на это дело тоже невозможно. То есть я спалил кучу денег, кому-то отдавая, якобы профессионалам, таргетологам, директологам. Верни их, погибли эти деньги. Не вернешь. Фокус в том, что разобраться в этом несложно. Я разобрался за два дня сам. Все, надоело, сяду, сам разберусь. Стал тестировать, у меня примерно затраты на данный момент один к семи. То есть на тысячу вложенных рублей я вытаскиваю семь. То есть вот примерно такая позиция. Лид у меня, не лид, а заключенный контракт, у меня тоже есть цена, это 15 тысяч рублей. Ну то есть соответственно есть понимание, что как это делается, как это происходит. Это несложно, если действуешь по алгоритму. В этом надо разбираться уже здесь, потому что как только работает команда, здесь еще в чем проблема, что одновременно мы должны несколько вещей развивать. Первое это систематизация, чтобы все в команде знали, как работать, не трогая нас. Вторая часть это, это чтобы в эту команду приходили люди, ну люди, клиенты. И третья часть это система, как они будут взаимодействовать, им надо прописать. Нельзя думать, что кто-то придет и знает, как работать. То есть люди совершают ошибку не потому, что они что-то глупое, допустим, они совершают ошибку, потому что они не знают, как правильно. Соответственно, надо самому знать, как правильно, прописать им это дело, дать и не просто сказать, вот делай, а убедиться, что они поняли. И тогда работа идет. То есть мы по сути, как дизайнеры, это дизайнерская на самом деле задача, то, что я сейчас рассказываю. Мы как дизайнеры делаем систему, которая позволит нам работать и работать сотрудникам. У них есть финансовая модель, по которой они самостоятельно идут. Вот это уровень примерно 500 стабильный. Сюда же включается еще дополнительно не только дизайн, но и авторский надзор, комплектация и управление строительством. Делайте такие услуги. Кто делает? Поднимите руку, пожалуйста. Так, отлично, многие. А кто делит комплектацию, авторский и управление? Поднимите руку. Ага. Так, меньше. Еще одна очень большая вещь, которая мне помогла заработать много денег и не потерять много денег. Собственно, я отразил ее где там в этой, в книге в этой. В чем суть? В 2014 году, когда я в Таиланде как раз был, я подумал, что-то как-то мы неправильно делаем, мы на авторском все делали. И комплектацию, и авторский, и управление. Как-то это неправильно. И брали за это, ну там, 30, по-моему, тысячу рублей. И я подумал, это же тема денежная все-таки. В итоге я расписал просто, вот примерно такой же Майн Мэм сделал, что куда входит, и понял, что там целое вообще неописанное поле. Что 23 позиции по комплектации есть, там 10 позиции по авторскому обзору, и там 10 позиции по управлению строительством. Я нарисовал эту схему, удивился, запаковал это тоже как бы в некую методику, которая вот здесь вот представлена. И следующим клиентом тут же стал предлагать. То есть я тут же позвонил клиенту, говорю, знаете, вот мы вот так работаем, а мое предложение вам оказывать дополнительную услугу вот такую. И я по сути что сделал? Я просто описал, что такое комплектация, и почему она важна, и что входит в мою услугу. Клиент меня послушал, и удивление моего было, он такой сказал, ну ладно, хорошо. А комплектация стоит дополнительно плюс 30 тысяч рублей, и плюс 10 процентов с того, что мы скомплектуем. И тут же прям сразу же я, ну по сути, увеличил свою выручку в два раза. Вот такая вот классная штука. Дальше я думаю, ну не я же только один такой умный, дай-ка я расскажу ребятам. Пригласил, то есть в Таранг ко мне приехали тоже дизайнеры, кто у нас тогда учился, 15 человек. Я им рассказал эту схему, они уехали домой, и у них тоже получилось. В общем-то с того момента, с того времени система, она показала себе ну как бы рабочий, что она реально приносит деньги тем дизайнерам, кто понимает ее, и кто умеет ее объяснить. Вот как бы вот это вот единственная проблема, что ее надо понимать и уметь объяснить клиенту. И не понимают, они объясняют, либо кто не до конца там прочитал, либо кто не послушал. Я это вообще на курсе рассказываю, рассказывал, и сейчас рассказываю, и помогаю внедрить. Проблемы в голове, потому что сам ты не можешь разделить. Ну как же так, я все это делаю вместе. Вот как только ты разделяешь и продаешь это отдельно и объясняешь, почему это важно и выгодно на самом деле клиенту, повышается доход и выходить уже можно спокойно вот на 500 и далее. Так, вопросы есть какие-то пока? Да, давайте. Почему все-таки вот выгодно клиенту, чтобы комплектация отдельно считалась и как вы это предпоносите? Ага, почему выгодно? Да, почему вот действительно так и происходит же. В автоске отбор входит в автоскеннадзор, входит и комплектация, и по строительному объекту нужно наблюдать и присутствовать на встрече и так далее. Почему отдельно? И как, ну вот чем вы это объяснили, что ему выгодно? Хорошо. Дизайнеры, когда делают автоскеннадзор, ну как бы ниже стоимость ставят примерно, да, и надеются, что потом с поставщиков дополнительный денег получат. Правильно? Ну, как бы, да, да, да. Вот. И в чем здесь прикол? Ладно бы только так, то, но дизайнер даже не всегда удосуживается с поставщиком заключить агентский договор. Соответственно, он что-то делает, да, поставщик может заплатить, а может не заплатить, а может заложить дизайнера, а может еще сказать, что вот мы тебе там платим откат в конверте, будь добр, помоги нам согласовать это все. То есть, ты же дизайнер, ты должен нам чертежи там помочь и так далее. То есть, по сути, они перекладывают ответственность в некой части работы на тебя и не факт, что еще заплатят. У меня был такой случай, что мы делали там проект и, ну, потом мне поставщик позвонил, я говорю, ну, как бы вот неплохо бы заплатить. Говорит, а вы знаете, мы подумали, что вы уже достаточно получили. Я говорю, в смысле достаточно? Я говорю, ну, мы же на этом договорились. Ну, как бы, мы и сами угорели здесь, клиент оказался, ну, как бы, у нас были проблемы там с производственного характера, то есть, мы считаем справедливо разделить наши расходы пополам и вы как бы и так уже нормально получили и сидите условно помалкиваете. Я такой, окей, понятно, но это же неправильно. То есть, мы не должны в данном случае зависеть и самое главное не только мы, у нас уже тут команда, у нас наша жизнь, наша семья, коллеги и другие клиенты и наши сотрудники, они зависят от нашего прогнозирования и планирования. Вот, соответственно, я такой, ага, понятно, надо агентский договор нормальный делать. По агентскому договору в чем суть? Мы получаем агентские вознаграждения не с надбавки, это самая главная часть, а именно с оплаты поставщиком, ну, как бы, с его прибыли. То есть, это не обязательно 10%, может быть, 3, 5, 1%, 100 рублей, неважно, цифру ставится сами. А поставщик гарантирует, что он не добавляет добавочную стоимость клиенту. То есть, если он, прямо это черным по белым прописано в договоре. Сейчас я дойду до этого вопроса. Ну, как бы. Да, с нашей, конечно. Наш агентский обязательно, можно у нас его взять. Он в книге, кстати, есть готовый. Прямо вот можно брать его, печатать и подписывать. Вот. Тема рабочая. Мы заключили такие договоры с огромным количеством поставщиков. Пролопатели 200 поставщиков. Со многими заключили и, соответственно, все нормально, все работает. То есть, он проверен всеми юристами, всеми всех корпораций, все нормально. То есть, точно работающая схема. Вот. И получали, соответственно, по нему тоже выплаты. Это первая часть. первое, что нужно сделать, это агентский заключить. Второе, когда ты приходишь к клиенту, клиенты же тоже, как бы, они все понимают. Они могут, ну, они все равно сами пойдут что-то искать, там, смотреть и так далее. И самое главное тут ключевое, в разъединении того, что входит в комплектацию, а что не входит. То есть, что входит в комплектацию. По сути, если бы было все идеально, ты бы сдал клиенту дизайн-проект, клиент берет строителя, звонит по телефону или даже не звонит, а просто все закупает. Клиент думает, что после того, как дизайн-проект готов, он нажал на кнопку или сел на стул, и у него сейчас пошли люди строить, да, как вот в компьютерной игре. Такого не бывает. Он этого просто не знает. Соответственно, ты просто рассказываешь ему какие-то ситуации, которые бывают. То есть, вот закажете вы кухню. То есть, вы думаете, все будет идеально. Знаете, как кухню делают? Кухню делают очень просто. То есть, на заводе там строгают, значит, хорошо, если по чертежам, хорошо, если по нашим. Какие фасады туда прикрепят, какие эти самые составляющие там будут, как оно будет открываться, закрываться. Это все максимально детализировано должно быть и не факт, что в проекте это отработано до конца. А мы не можем отработать кухню, потому что мы не проектировщики кухни. что сделали исполнительную документацию, они же вас подписать попросят. А вы разбираетесь в этой теме? Клиент. Некоторые дизайнеры в этом не разбираются. А клиенты точно. Ну, как бы нет, они же профессионалы. Ну, можно понадеяться, вот там у Маши, Пети, Васи было вот так. Вот результат работы профессионалов. Вы готовы свои деньги поставить на то, что они профессионалы? То есть, они, конечно, будут говорить, мы профессионалы, но по факту как? Да, логично. А хотите я это проверю? Да, нормально. Это было бы прикольно. Следующий момент. А кто будет доставлять? Вот, как бы приедет газель с кухней. А кто будет? То есть, вы приедете? У них это не заложено, как бы они приедут. А кто-то еще должен донести до места. А кто-то должен собрать. А кто-то должен комплектацию проверить. А кто-то должен проверить, насколько сочетается цвет образца и выкрасов, и как это сочетается с другими вещами. Он такой говорит, ну, да, наверное. А они это не сделают? Говорит, они могут сделать, но вы готовы как бы на это деньги свои поставить? И так далее. Таких 23 пункта набирается. И ты задаешь очень простой, откровенный вопрос. Мне все равно. Ты можешь, я тебе могу вот книгу дать. В книге написано, как это делать. Держи книгу, купи, иди сам делай. Но сколько ты времени на это истратишь? Если ты хочешь, чтобы это было хорошо. Выучиться можно. Ты можешь даже дизайнером выучиться. Но чтобы было хорошо, нужно вот эти все пункты соблюдать. Может быть такое, что тебе попадется действительно профессионал, качественный. Ну, наверное, возможно, теоретически. Готов ли ты поставить на это все свои деньги? Он такой, ну, не знаю, подумаем. А ты знаешь, что всего у тебя будет поставщиков 200 штук? Ну, примерно, да, в нормальной квартире 200. И тебе с каждым надо будет поговорить, созвониться, цену узнать, встретить газель, встретить игрушек, организовать. Сколько времени это займет? Ну, просто ты его спрашиваешь. Он такой, блин, я об этом не подумал. Мы об этом подумали, мы профессионалы. Все это дело стоит 30 тысяч плюс 10%. Спасибо, пожалуйста, можно я буду это делать? Проблема в чем, почему комплектация не продается? Потому что сами дизайнеры не понимают, у них нет примеров и последовательности, что надо делать. Это первый момент, почему дизайнеры не могут это продать. Они не могут вот так вот рассказать. Я же тут могу углубиться хоть на час лекцию. Соответственно, дизайнер любой тоже может, если понимает, как это делать. А клиент, он не знает. Ему кажется, что он купить квартиру, это как в магазин за хлебом сходить. Он не виноват. Он клиент, он не знает, как надо. Соответственно, мы просто беседуем с ним и говорим, делай как хочешь. Я бы тебе рекомендовал, если ты сам решил, вот все равно купи книгу и делай по ней. Ты как минимум себя обезопасишь. Примерно так. Не все соглашаются. Есть люди, которые хотят сами поэкспериментировать. Ничего страшного в этом нет. Их 50-50% примерно. Отлично. Они зато вас не будут дергать. Они потом вам не скажут, что уважаемый дизайнер, что-то тут ты мне не то сделал. Конечно, не то. Это не в зоне моей ответственности. Надо было заказывать. Примерно так. То есть плюсы, либо он тебе не дергает, либо он у тебя заказывает. А так получается, он и не заказал, и начинает созваниваться. Он говорит, а вот помоги мне, пожалуйста. И ты не знаешь, как ему отказать. То есть ты ему не назначил цену? Не назначил. Не сказал. И ты в рамках авторского надзора за 30 тысяч пытаешься все это сделать. Следующая часть уже около миллиона у нас. Как выходить на миллион? Это уже дополнительные услуги. Что такое? Не то, что дополнительные услуги. Это дополнительные, по сути, бизнесы, сервисы, что угодно вокруг дизайна. То есть какие-то ноу-хау. То есть мы уже открыли школу, например. То есть мы стали передавать наши знания людям. Это приносит… То есть все это, что я в школе преподаю, основано на том, что я сейчас рассказываю. То есть я могу одновременно, как бы рассказывая, показывая, какой я эксперт, и привлекаю тех людей, которым интересно то, что я слушаю. То есть среди вас тоже сейчас есть люди, которым это интересно, полезно. То есть наверняка кто-то в конце подойдет и скажет, где можно там книгу купить или на курс записаться и так далее. То есть это просто дополнительные деньги к тому. Что еще можно сделать? Можно строительную компанию сделать. Как правило, берется дизайнер, находится партнер строительный. Самое ключевое тут не просто агентские с него собирать, а именно брать по технологии, которые мы прописали, точно такую же технологию прописываешь строителю, чтобы мы коннектились. То есть те чертежи, которые мы давали, чтобы люди понимали. Вот это ключевое. Если это сделать, то все будет хорошо. Мы делали примерно такую услугу с компаниями. У нас есть компания в Москве, которая нас понимает. Мы обсудили сначала модель работы, согласовали ее и потом стали спокойно делать. Очень круто. Мы вместе приходим на совещание, которое проходит на объекте, и все знают, что делать. И клиент знает, что делать. Никто не дергается, клиент за это дело платит деньги. Ну, как бы нам, за управление. Управление строительством. Что еще можно? Еще можно сервисы всякие запускать. То есть мы сделали, допустим, Time Money. Это сервис, сейчас вот скоро запускается, сервис по подсчету времени и денег, сколько тратится на проект. Это уже тема для управления, получается, командой. И мы на эту функцию только тратили 300 тысяч рублей в год. Мы подумали, что-то как-то много, типа бухгалтерия, получается, и решили автоматизировать всю эту систему. Мы ввели раньше в Excel все. Сейчас есть некая программа, на которой человек отмечает в телефоне свои часы, и мы видим его квалификацию, и система автоматически ему бонус начисляет. То есть он не приходит к вам, а что ты мне мало платишь? Там уже заранее все оговорено, и если, допустим, все сотрудники выполняют свою функцию правильно, и рентабельность проекта, она тоже там показана 50%, то у меня такое правило, что система им начисляет еще 20% бонусов. То есть они еще заинтересованы в этом. То есть это такая вот автоматизация интересная. Вот это тоже поднимает как бы боевой дух, и, собственно, тоже помогает это все организовать. Ну тут можно много чего придумать. На самом деле вот на миллион там прям это нужны навыки. Сейчас, я думаю, мы их обсудим. Какие навыки нужны, чтобы когда ты видишь всю индустрию целиком... Почему энциклопедию, да, ты написал? Потому что энциклопедия, она с разных сторон. Я знаю с позиции клиента. Я сам, кстати, являюсь клиентом своей студии. Вот в чем прикол. Я строил себе офис. Квартиру, когда делал еще студии, не было. Но офис я строил удаленно силами моей студии. И дом я строил удаленно силами моей студии тоже. Поэтому это полезно. Я сам являюсь клиентом. Специально сказал, что давайте вы будете меня вести как надо, а я буду, соответственно, клиентом. Мы проверим нашу систему. Значит, со стороны клиента все понятно, со стороны дизайнера. Тем более, так как я сам это все делаю. То есть, чтобы разрабатываться в комплектации, я сам, ну прям, физически звонил по телефону, общался с тупыми менеджерами, общался с умными менеджерами. То есть, понимал, значит, какая компания хорошая, какая плохая и описывал эту систему. Также со стороны дизайнера, ну как бы с дизайнера. И поставщиком единственное, поставщиком не был. То есть, я не поставлял сам мебель, материалы, потому что я взвесил все за и против и понял, что поставками я заниматься не буду. Об этом там тоже есть. Я все это просчитывал. И там просчет тоже есть. Но кто хочет как бы на миллион с плюсом, это еще заниматься поставками самостоятельно. Это тоже одно из направлений. Я знаю, что многие, у меня даже вот, у меня есть курс по созданию студии, там учатся ребята, кто хочет такую же компанию создать. Вот девушки, Tandem Plus, это Танина и Юлия, у них как раз дизайнерская компания. Они на дизайне как бы не сильно много зарабатывают, но у них отдельный магазин по поставкам. У них дилерские соглашения подписаны, они получают 40% как бы дисконт у них есть, которые они могут либо дизайнером делиться, либо себе. То есть, дополнительно еще какие-то сервисы. И это вот уже на этот уровень. То есть, там много разных вариантов. Книга, допустим. Книга тоже очень хитро сделана. То есть, если смотреть в деталях, она максимально полезна, но там еще вшиты многие вещи, которые показывают и меня экспертом и делают на самом деле дизайнеры эксперта. Расскажу одну фишку. Кому звонят поставщики постоянно? Есть такое? Вот название, давайте сотрудничать. Взаимовыгодное сотрудничество. Есть? Вот. Я подумал, а что это? Вот у нас входящие звонки. Почему мы теряем эти звонки? Я подумал, надо как-то их монетизировать. Как? Непонятно как. Я придумал для всех дизайнеров супер тему. Я прописал там скрипт того, что нужно говорить для того, чтобы человек, который вам звонил, не вам что-то попытался продать, а вы ему продали. Прикольно же? Там это описано. Сейчас в деталях не буду рассказывать, но скрипт офигенный. То есть вам звонит поставщик, и ты ему продаешь. У меня получалось продавать максимум на 500 тысяч. Ну как бы средняя продажа от трех, ну как бы как минимум я ему книжку продаю, как максимум там комплекс услуг за 500 тысяч. Вот. Вы тоже можете это делать. И даже если вы, объясню, что это такое, это услуги по построению правильного общения с дизайнером и построению отдела продаж в дизайне. То есть это нормальная история. Плюс рекламные услуги. То есть вы можете выступать, вот я сейчас выступаю, а спонсор моего мероприятия могла бы быть какая-то компания. Ну, например. Я могу просто там, допустим, сказать и прям так и сказать, почему нет. То есть это тоже стоит денег. В Инстаграме все ведут, это тоже можно монетизировать. Ты подписываешь это как реклама, но ты объясняешь. Там опять, я все время книгу сегодня продаю, но она действительно хорошая. В книге есть последовательность, как правильно описать поставщика. То есть как делать так, чтобы поставщик у тебя купил, там тоже написано. И как поставщику делать. И в чем суть? Если поставщик сам хочет описать свою компанию, себя, он может это сделать по этой книге. Но если ему неохота, его менеджер не умеет, не хочет это сделать, кто как не дизайнер лучше всего это сделает за него? Мы же знаем, как надо. Мы знаем, как надо продавать. Понимаете, в чем суть? Это ключевая вещь. То есть я знаю, как бы мне было идеально, чтобы поставщик рассказал о себе. И вы тоже, каждый из вас знает. Вот. Соответственно, он у вас звонит, говорит, а у вас это есть, а это есть, а это есть, а как же вы так работаете? Вот. Соответственно, там рассказано, как методом последовательного диалога вывести человека, принимающего решения в компании, на то, чтобы с вами работать, и вы смогли получить себе некий кейс и некое описание. Интересна такая тема? Не сильно. Загрузились? Ну, короче, мы так сделали, и все пошло. Вот эта вот копилочка, она добавилась тоже туда. Всякие хитрые схемы придумывать это вот туда. Так, давайте уже на навыки перейдем. По уровням идешь не просто так. Чтобы идти по уровням, нужно развивать навыки. Это навыки именно личные. Никакого чуда тут не будет. Нельзя нанять какого-то супер волшебного человека, который будет развивать нашу компанию либо себя лучше, чем мы. То есть, ну, просто я таких случаев не знаю. Может быть, они есть, конечно, какие-то, но вот всегда идет рост компании, рост себя через развитие своих навыков. Всего их навыков 7. Обсудим? Я не слишком быстро. Вы уже подустали, да? Нормально? Просто плотная очень у нас информация. Хочется дать по максимуму. Идем нормально? Так. А можно вот первое нам показать? Это у нас скрылся. Короче, первая тема. Это личный бренд. Это суть. Чем мы отличаемся? То, что мы начинали. Нужно очень хорошо понять, чем ты отличаешься. И, ну, почему личный бренд? Потому что модная такая тема и прикольная. На самом деле это важно. Потому что ты как бы описываешь, в чем твоя уникальность, и ты транслируешь ее миру. Ты сам с ней свыкаешься и понимаешь, какие услуги тебе дальше делать. Какие клиенты с тобой будут работать. И что ты делаешь, а самое главное, что ты не делаешь. Это навык увидеть в себе самое лучшее, самое более интересное для тебя, да, и транслировать это дальше. Это реально навык. Надо с этим всегда как бы в ладах с собой надо быть. Здесь у нас свой путь, как бы понимание, на каком ты уровне находишься, и какой твой будет следующий уровень. Это философия создания, почему как ты этим занимаешься, идеологии, некие свои правила. Работаете ли вы в выходные или не работаете? С какими клиентами работаете? Со всеми подряд или каких-то не берете ни в коем случае? Это все как бы сильная наша позиция. То есть нам надо сильную, твердую позицию свою сделать. Это очень важно. Это все здесь определяется, там с помощью вопросов, анкеты. Обычно эта тема занимает, там около двух недель, может быть месяца. Это копание в себе. Это надо сделать обязательно. И уникальность. То есть результат первой темы это понимание и идентификация себя. Она должна быть записана именно как на бумаге для того, чтобы двигаться дальше. Вторая часть это продукт. Продукт это очень тоже важная штука. То есть что именно у вас покупают? Где заканчивается дизайн проекта? И где начинается следующая услуга? Комплектация, авторского надзора, управления, строительством и так далее. Если у нас есть продукт, мы можем его осметить. Если у нас есть смета, которой мы пишем продукт, мы можем его предоставить. Это входит, а это не входит. Мы каждый раз не тратим время и внимание свое и команды, самое главное, на то, чтобы индивидуально подходить к клиенту. То есть клиенту мы говорим, что все индивидуально, естественно. Но индивидуально где? В творчестве. В творчестве все индивидуально. Но мы всегда делаем шаг за шагом. ТЗ, анкета, планировка, инженеры и так далее. Все этапы мы проходим, не смешивая. Мы не идем на приходе клиента, что вот я хочу сначала посмотреть визуализацию три варианта. Я вот уже у меня строители построили, мне дайте план. То есть мы не постраиваемся. Мы не можем это делать, потому что мы уже профессионалы, мы свою услугу описали. Вот это вот обязательно точно надо делать и клиенты начинают уважать за это. Как только ты объясняешь, почему так нельзя, какие риски он несет, если он будет так делать, и риски это не твои риски, а его. Он такой говорит, окей, тогда подождем. То есть не было у меня ни одного случая, ни одного клиента, который бы сказал, нет, я все равно, я вот решил, я вот топнул ногой, буду делать именно вот так, а не иначе, и потом с тебя буду ответственность брать. Ну как бы такого невозможно. Он либо берет ответственность на себя, и тогда тебя не трогает. Ты говоришь, я могу постараться попробовать, но как бы вы видите, что логично это не подходит. Либо он говорит, давай сделаем как надо, не будем выдумывать. Это тема продукта. Продукт еще какой должен быть? Он должен отличаться от всех остальных. То есть наш продукт должен быть основан на первой части, на идеологии. Сильный продукт, отличие от конкурентов и типа клиентов. Вот еще важная вещь. Продукт, он тюнингуется под тип клиента. Это может быть по стилю, это может быть по ресторанам, общественные интерьеры, либо частные, дома, квартиры, метраж. То есть мы таргетируем здесь уже именно под тип клиента. Потому что если мы для всех будем делать продукт, то он будет низко стоить. То есть продукт для всех, он реально мало стоит. Чем больше мы затачиваемся, тем больше он стоит. Но тут надо баланс найти между собой, между типами клиента и продуктом и между тем, насколько большое количество потенциальных клиентов есть в нашем регионе. Ну или там, до кого мы можем достучаться, давайте так. Так, с этим понятно пока? Супер. Это навык тоже это создать надо. То есть у нас это документы есть, просто вот во втором модуле у нас там документы по дизайн проекта, по комплектации, по авторскому надзору, по управлению строительством. То есть что туда прям входит, прям договоры готовы. И мы делаем степень ограничения. Третья часть это продажи. Что такое продажи? Это умение заинтересовать, упаковать свое предложение. Вот на второй части это нам самим понятно, что мы делаем. А на третьей части нам нужно объяснить, что мы делаем клиенту. Объяснение происходит в его мире. Вот это самая главная такая фишка, что мы когда делаем, мы делаем по-своему. Объяснять должны с точки зрения типа клиента. Вот важная вещь. Опять же в книге у меня об этом есть, как упаковать себя и как упаковать свой продукт по 20 вопросов. Задаешь себе, пишешь и получается. Готовая методика. Значит, по продажам. Это первое, упаковать. Второе, здесь надо сделать очень сильную, как называется, наверное, ну как рекламу, креатив можно так назвать. То есть это либо баннер, либо видео какое-то. То есть то, что привлечет внимание клиента. Это очень важно. И очень многие вот срезаются именно на этой части. Там у меня в конце есть повыше, как собственно продавать. Но, может быть, не успеем. Ключ здесь в чем? В том, что когда клиент приходит, первая часть это именно заинтересовать его, получить его внимание. И вторая часть это уже с ним повзаимодействовать, не консультируя, а по сути продавая. То есть вот делить метод получения клиентов на две части. Это тоже очень важно. И если мы это делим, то опять же мы можем по этапам это разделить. Так, в общем, третье это продажа, упаковка предложения, привлечение клиентов. Способы платные есть. У кого есть деньги, кто готов вкладывать в рекламу от 10 до 30 тысяч. Примерно я сказал, средняя цена по больнице это 15 тысяч за привлеченного клиента. Понятно, да? То есть за 30 тысяч до 2 примерно привлекаешь, за 15 примерно одного. Ну, как бы, опять же, скорее всего. То есть у меня такая статистика. Так, и следующее это переговоры. Что такое переговоры? Переговоры это умение отстоять свою позицию с тем, чтобы клиент не сказал, я такое не буду покупать. То есть он хочет купить реально, вы предложили ему сделали, он хочет купить, но он хочет купить на своих условиях. А вы хотите продать на своих условиях. И вот, соответственно, когда мы с ним разговариваем, получается так, что он понимает, что то, как вы говорите, логичнее, правильнее, и он готов вам заплатить. То есть, по сути, когда мы общаемся, мы делаем такую презентацию, в которой понятно клиенту, что надо у вас брать. Это тоже технология. Абсолютно. Вот как я сейчас рассказываю, понятно же, что это вот как бы, ну, некая последовательность. Там все то же самое. Мы просто раскладываем всю технологию ему. Обычно это занимает минут 40, задавая ему правильные вопросы. И после этой консультации он не говорит, спасибо, понятно, я подумаю. Он прям покупает сейчас. Потому что мы так делаем. Это спрогнозируемо. Вот это надо уметь. Это первая часть до продаж. И вторая часть очень важная, когда возникнут проблемы в процессе. Клиент попросит попросить несколько вариантов сделать, переделать что-то, что-то ему не понравится вдруг и так далее. То есть нужно здесь себя так ставить, что типа я вот переделаю все, а чтобы он понимал, что как бы он, даже если что-то просит, это будет одолжение, во-первых. Во-вторых, это может быть не бесплатно. И в-третьих, чтобы он боялся даже, он понимал, что это не бесплатно, чтобы он боялся бесплатно просить. То есть он понимал, что неразумно и некрасиво и неправильно у такого эксперта платить что-то делать бесплатно. Это тоже некое позиционирование. Можно в самом начале заложить все это дело. В итоге он приходит, говорит, а вот мы вот подумали, мы, конечно, вам заплатим и давайте вот переделаем. Ну, хорошо. Тогда можно. Так, следующее. Следующее – это переговоры. Сложные услуги. Можно ниже, в принципе, здесь заканчиваю. Сложные услуги. На сложных услугах мы зарабатываем деньги, как я вам рассказывал. Здесь их надо не то, чтобы знать, да, вот на лекции почитать, а глубоко понять и внедрить. То есть просто тупо внедряем сложные услуги. Это навык внедрения, понимание внедрения сложных услуг. Останавливаться не буду. Что написано? Авторские комплектации, управление строительством, генд, подряд, поставки и девелопмент. Можно партнериться, договариваться с владельцами земли, что совместно мы делаем какой-то проект и делаем его на каких-то началах, что либо мы там дизайн делаем, либо нам квартиру дают, либо офис в студии мы открываем. Вот такие случаи тоже были. И были даже у наших студентов, кто у нас учится. То есть мы такие штуки проворачиваем. Вот сейчас последний торговый комплекс. Вот я сейчас залетел, а человек пишет, говорит, вот мне торговый комплекс, говорит, помимо дизайна он хочет увеличить количество людей, посещения, арендаторов. Короче, он хочет денег заработать. Очень просто. И обращается к дизайнеру. Почему? Ну потому что дизайнер себя так позиционировал, что он вроде как может делать многие разные вещи. И соответственно задача дизайна на данный момент не теряться. Вот он у меня спросил, он не стал креативить что-то. А я тоже не умею это делать. Я не повышал. Я теоретически знаю, но практики у меня нет в этом. То есть я говорю, я теоретически знаю, но давай лучше обратимся к эксперту. У меня есть друг, знакомый, который этим занимается как раз. Соответственно я их свожу, у них будет сейчас какой-то контракт. Один знакомый получит контракт на комплекс, а другой сделает дизайн. Ну вместе они как-то там поделят оплату. Вот этого как бы сложные услуги сюда добавляем. Вот. Ниже. Шестое это команда. Команда и система. То, что я вам рассказывал, то есть это навык умения системно мыслить. То, что я сейчас рассказываю, это не просто там, ну я такой умный родился. Это вот просто реально есть последовательность некоторая, которая тренируется в мозгу. Как таблица умножения, как вычитание и сложение. То есть занимаясь систематизацией, ты понимаешь принципы, там их немного. Всего есть 15 принципов систематизации. Я их сейчас естественно перечислять не буду, но они все проходятся. 15 принципов позволяют нам все процессы раскладывать по полочкам. Если мы их вживляем в свой мозг, у нас все получается. Именно постоянно можем это делать. То есть любой процесс, там что ни назови, я могу разложить. Так же и вы должны тоже уметь, это тоже вот этот навык должен быть. Следующее. Седьмое. Седьмое это известность. Известность и масштабирование в данном случае. Масштабирование идет через известность, одно из самых главных составляющих. Почему? Потому что когда у нас есть, когда у нас все есть выше, все, что мы придумали, мы уже становимся вдруг не просто так дизайнером, еще одним. То есть согласны, что если все то внедрить, сделать, мы становимся ну явно выдающимся в чем-то, в чем-то, что мы сами выбрали. И вот тут возникает самое интересное. Мы можем выйти со своей авторской методикой, со своей моделью, со своими интерьерами. Это я сейчас рассказываю как бы по бизнесу, потому что ну как бы зачем мне рассказывать про проекты, как мы делаем дизайнером? Ну смысла нет. Потому что вы сами дизайнер, вы сами знаете, как это делается. Я рассказываю здесь по другой теме, вот по этой. И я как бы рассказываю именно о ней. А вы можете, если выступаете, допустим, на съезде девелоперов, либо у нас, допустим, в Москве, Радиалог делает Светлана Котлукова, они собирают жильцов из домов. И там дизайнер прям выступает. То есть мы учим дизайнеров выступать, как строить презентацию, чтобы на часовой презентации клиенты понимали, что надо купить у этого дизайнера. Все, у них после презентации очередь встраивается. Они берут несколько проектов сразу же. Ну или выбирают, какой им лучше. Вот, соответственно, нужно уметь хорошо рассказывать, хорошо выступать, хорошо писать, хорошо понимать свой продукт, кому подойдет, кому не подойдет. И надо знать Светлан Котлу. В общем, такая вот история. Эти навыки у нас на всех уровнях развития от нуля до пятого, они у нас есть, так или иначе. Но для того, чтобы переходить с уровня на уровень, нужно развивать именно эти навыки. Вот в чем суть. Понятно, да, вот эта идея? То есть если мы на базовом уровне, допустим, находимся в масштабировании, у нас ноль масштабирования, мы не умеем, боимся выступить и так далее. Значит, мы можем рассчитывать где-то, наверное, там на 100-150 тысяч. Мы можем сидеть, быть интровертом и вообще никуда не ходить и 150 тысяч, может быть, даже 300 свои зарабатывать. Но если мы хотим миллионы более, нам нужно доносить свои идеи уже дальше. И навыки нам будут эти просто полезны. Это тоже навыки, ну, как бы ничего тут такого нет сложного. Также и команда, да? Помните, я рассказывал, что без команды можно дойти там вот в хаосе, там или там в начале, нам вообще никто не нужен, мы сами делаем работу. Чем дальше, тем больше нужно прокачивать этот навык. Вот, соответственно, когда у нас все эти навыки проходят на максимальном уровне, мы доходим в миллион с плюсом дальше, потому что в целом рост не ограничен. Мы можем по этой же модели открывать другие направления. У меня по этой модели работает несколько бизнесов, получается. Это студия визуализация, студия дизайна. Это книгу я написал, редакторский отдел сделал по этой же модели. То есть я, когда писал книгу, я сразу продумывал это как систему, чтобы уже следующие писать. Сейчас я вот уже беру в работу другие. И что-то еще четвертое было. Дизайн конференции, конечно. Мы делаем дизайн конференцию тоже примерно по этой модели. То есть где сотрудники знают, что надо делать. И каждый на свои функции. Ну, наверное, примерно пока все. У нас время уже все, да? Где организаторы? Вопросы есть у нас время? Да, друзья мои, перед вопросами хочу сказать, я буду вот после выступления, если кто-то захочет оформить предзаказ книги, у нас они кончились, в ноябре где-то 20-го у нас поступят. Вот кто, соответственно, первый заказывает, тому первая рассылка будет, до Нового года можно получить. И второй момент, дополнительный бонус, это возможность попасть в группу, ну вот кто отсюда. И я буду отвечать, помогать вам во внедрении той информации, которая там есть. Вопросы? Добрый день. Меня зовут Алексея Ивановна. Хочу сразу сказать, что очень полезная у вас лекция. Спасибо. Такой вопрос. У меня дизайн-студия, есть определенная специфика. Мы занимаемся в основном ресторанами, и клиенты, которые приходят в мою дизайн-студию, они хотят на всех объектах, с исключением, идти, естественно, меня. Но разорвать на все объекты невозможно. Когда ты посылаешь своего помощника или представителя, они говорят, а зачем ты прислала этого человека? Где ты? И вообще, где вы порекомендовали, что в таком, в таком случае делать, как, ну, не разорваться, потому что там, в текущем, когда много проектов, не можешь разорваться, на все встречи успевать, с клиентом брать, а они пришли именно на твою персону. Ну, по-моему, я буду не очень... Да, 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 я буду сидеть, пока суть здесь. Ага. Я буду не очень подробно отвечать, просто самое главное вам скажу, что тут делать. То есть тут в чем дело, клиенты, когда к вам приходят, соответственно, у них какие-то неправильные ожидания, ну, скорее всего, в начале. Нужно поставить некие рамки. Ну, не то, что рамки, они к вам приходят для чего? То есть они почему-то вас выбирают. Соответственно, чтобы они вас выбирают, вам должно быть какое-то суперпредложение. Это продукт. То есть у вас качественный продукт. Качественный продукт не сам по себе, и плюс еще вам, вас советуют. То есть уже вам вы два плюсика поставили. То есть как бы я действовал в вашем случае, я, в принципе, так действую. Клиент ко мне приходит и говорит, я вот хочу у вас заказать, мне там вас посоветовали. Первое, что я делаю, это обязательно спрошу, типа, почему? Почему он хочет именно у меня? Кого он еще смотрел? Почему он решил, что я справлюсь с этой задачей лучше всего? Он тут начинает меня нахваливать, типа, вот потому-то, потому-то, но сам себе еще раз продает. Я говорю, отлично. Вы реально решили, что это ценно? Ну, то есть вам это будет ценно, что я буду оказывать эту услугу? Я говорю, да, да, точно. Я говорю, смотрите, я могу за вас взяться, но у нас формат работы, чтобы обеспечить то качество, которое вы хотите, вот тот продукт, который вам нравится, у меня работает следующим образом. И ты презентуешь уже свой вариант работы. То есть ты не спрашиваешь его, можно или нельзя. Ты говоришь, мы работаем так. И просто говоришь, я сейчас расскажу, как мы работаем. После того, как ты рассказываешь, как мы работаем, у него не возникнет вопроса, что там, почему ты ездишь или нет. А ты говоришь, когда рассказываешь, как ты работаешь, ты в эту презентацию закидываешь такие мысли, мысли вируса, что, значит, ты контролируешь весь процесс. То есть что клиент хочет? Зачем он хочет, чтобы ты была? Потому что он хочет быть в безопасности, что вот именно главный дизайнер все контролирует. Говоришь, мне контролировать, все позволяет вот то-то, то-то. Некоторые клиенты думают, что если меня нет, просто снимаешь его возражения в этой презентации. Соответственно, что бы я рекомендовал сделать? Отработать именно эту презентацию в начале и правильную четвертую позицию переговора. Соответственно, если ты в самом начале поставишь рамки, как эксперт, ты имеешь право это делать, потому что он к тебе пришел. Не ты как бы его ищешь, а он к тебе пришел. Соответственно, ты можешь, если он еще недостаточно подогрет, ты должна его подогреть. То есть, почему ты пришел ко мне? Ну и так далее. Объясняй, пусть рассказывает. Не верю до конца. Ну, естественно, не так это дело, это мягко делается, но как бы вывод такой. Когда он говорит, да-да-да, ну как бы в психологии такая возникает. И когда он, ты в конце его спрашиваешь, мы с вами все это обсудили, вы реально готовы? Он говорит, ну вот вам нравится моя система работы? Он говорит, я не вижу проблем здесь в этом. Он говорит, отлично, все, супер, поехали. А если он видит проблемы в этом, говорит, я вот все-таки умею. Если он мнется, говорит, я подумаю, я вижу в ваших глазах сомнения, типа давайте обсудим. Ну как бы, у меня по факту так бывает, что если мы сначала не договариваемся, как правило, вы уйдете думать и ничего не решите. Давайте сейчас решим. Давайте я сейчас на все вопросы отвечу, потом я возьму следующего клиента. Как бы все, поезд уйдет. Такой не-не-не, я хочу сейчас. Ну как бы вот это надо сделать, тогда будет нормально. Здравствуйте. Я Меню. Да, привет. Меня Елизавета зовут. Судия Доблезайн. Мы из небольших скулики и город Роск, небольшой город Черкес. И город маленький, вот как вы считаете, можно ли хотя бы до третьего уровня дойти в таком городе, где люди не готовят, платив большие деньги за дизайн, и еще морально, как бы они не доросли. У нас вообще, мне кажется, в России мало кто до этого дошел, но в таких городах очень тяжело прямо в какой-то уровень выйти. Ответа два. Значит, первое, это дополнительные услуги. Вы можете на дизайне вообще ничего не зарабатывать или даже в минус уходить. У меня в Италии клиент, который просто за свои деньги делает проекты, потому что он знает, что у него статистика, что 9 из 10 у него потом покупают мебель. Поэтому он за свои деньги, он мне лично платил 10 тысяч евро, чтобы я сделал ему визуализацию на минуточку. Плюс он платит своим этим самым дизайнерам. И потом он просто продает на миллионы в Арабские Эмираты свою мебель. То есть первое, это другие услуги, не на дизайне. Второй момент, это можно удаленно работать, если у вас уровень хороший. Многие клиенты сейчас из Москвы, то есть в Москве средний ценник 5-6 тысяч, чтобы было понимание за метр. Это нормально. Ну нормально, это не топ, это средняя студия примерно. Топа там 10, 15, 20. Это только за дизайн. Соответственно, вы можете, не знаю, какой у вас ценник, ну допустим, поставить 2-3 тысячи и удаленно на Москву работать. У клиента возникнет вопрос, а как это так? Во-первых, вы просто эти вопросы снимаете. Первый, я приезжаю, там это стоит 10 тысяч, там или 20, сколько там стоит доехать до Москвы. Все меряю, мы с вами обсуждаем единовременно. И второй, у вас возникнет вопрос, типа, как это удаленно. Значит, ваша задача, вот как в предыдущем ответе, ваша задача сделать презентацию, которая показывает, что вы на самом деле экономите деньги клиента. То есть вы говорите, я конечно могу приезжать к вам, но как бы зачем вам это? у нас качество такое же, но я экономлю ваши деньги. И у клиента возник следующий вопрос, а почему у вас качество такое же? Вы должны показать, что вы в одной лиге работаете с московскими дизайнерами, понимаете? И может быть даже с иностранными дизайнерами вы в одной лиге. То есть вы реально точно такие же. Не потому, что вы так решили, а какие-то должны быть дополнительные доказательства. Это все тоже отрабатывается, и это тоже четвертая модель. Когда клиент приходит, это продающая история. Конкурсы, статус какой-то, вы ездите на конференцию, вы спикером выступаете. Ну в конце концов, знаете, как можно сделать? Если вас спикером не берут, и вы не знаете, что делать, что вам надо, чтобы вы спикер? Вам надо, чтобы вы на сцене с микрофоном, и кто-то вас сфоткает вот отсюда, что вы что-то вещаете. Ну реально, да. То есть кто там будет проверять? Кто будет записи искать в Инстаграме, где-то смотреть? А вот там два года назад вы там не вещали, а вот вы просто сфоткались. Но я вам еще дам еще одну интересную вещь. Она тоже в книге написана, одна из. В чем суть? Вы, короче, говорите поставщику. Вот вы же рассказываете про свою там мебель, про обои, или там двери. Я вот как дизайнер сижу, я вижу, как вашу презентацию можно улучшить. Давайте я улучшу, и давайте я вам расскажу вместо вас. Я, короче, буду вашим спикером. Вам зачем это надо? Вы сидите, рассказываете вместо них, вы себя тренируете. Понимаете? У вас есть статус, что вы выступаете, вы уже как бы известность нарабатываете, вы уже как бы вы уже как бы развили свои навыки за чужой счет, получили фотку, и вы уже презентуете. Типа выступаю на всех форумах от Москвы до Екатеринбурга и Дальнего Востока. Кому какое дело? Вы можете с дверьми ездить по всем странам. Какая разница? Ну то есть вам-то надо, чтобы вы спикер. Делая другим приятный и полезный, вы повышаете свой статус. Ну примерно так. Ну как бы я, зачем сейчас это все рассказываю? Ну вот примерно. Я думаю, что многим сейчас понравится и купите книгу. А еще у меня курсы есть полезные, поэтому кто-то захочет со мной лично работать, чтобы я вам лично презентацию отстроил или компанию помог сделать, смогу тоже с вами поработать. По скайпу индивидуально, удаленно, все нормально, экономя ваши деньги. Приезжать лично не надо. Да. Станислав, вопрос. Командную набирать или опытные? Зависит от стратегии. То есть я бы рекомендовал брать одного опытного, для того, чтобы он был руководителем отдела, как бы ведущего дизайнера опытного, конечно. А остальных, ну как бы смотрите сами. То есть вам важно, чтобы человек, которого вы наняли, он выполнял стандарт качества, который вы задали. То есть перед тем, как нанимать, надо задать стандарт качества. То есть что такое качественное техническое задание, что такое качественная визуализация в вашем понимании, что такое качественные чертежи. И сказать, дружище, делай вот так. Если ты так сделал, то ты получаешь деньги, если ты не сделал, то соответственно не получаешь. Протестируйте его тестовым заданием, ну и дальше работать. То есть как бы тут нет правильного ответа. Есть новички, вот я был новичком, который научился делать очень быстро все. То есть я просто талантливый был и у меня глаза горели. А кто-то вот уже 20 лет работает, и он не может нормально чертить. Ну не может, Санислав, мне как-то просто пускай последний вопрос, если можно. Я, да. Забайте. Здравствуйте. Татьяна Мишагина, город Максимансисов. У нас в городе такая ситуация очень интересная. Был один дизайнер, который до сих пор держит монополию, архитектор. Когда я там появилась три года назад, обо мне никто не знал. Но на сегодняшний день нас уже узнают, обращают внимание, мы публикуемся в рекламе. Сюда что вы делали? Я просто работала и делала свою работу очень хорошо. Меня рекомендовали. Вот. Сейчас проблема у нас в следующем. Да, город небольшой, мы пытаемся по многим позициям продвинуться, хотим стать мы монополистами. Мы открыли интерьерный салон, все делаем. Вот то, что мы сказали с поставщиками, мы работаем напрямую. Ну, куча проблем, конечно, но мы идем к своей цели, хотим расштабираться. У меня запрос на совет лично от вас. Вы хоть сейчас вдохновляете, очень мне нравится, как вы размышляете, говорите, нет, все близко, я хочу туда же. Говорите, говорите. Дайте, пожалуйста, совет, как еще можно усилить свою позицию на рынке и на городах как в Мансийске. Мы почему сейчас в Москву не идем, мы хотим там попробовать. Мы тестируем себя и рынок. Слушайте, но у вас получается персональная какая-то ситуация, как и в Кантамансийске. Если персональная, лучше отдельно, наверное, подойти. Если в целом, как усилить позицию, ну, вот я сегодня, давайте, вот в завершение как раз таки расскажу. Как усилить позицию? В первой части, вот в первом, в первом навыке, где вот понимание себя, там есть точка, сейчас, какая у нас, у меня есть тест. Давайте я еще одну штуку вам продам полезную, то есть реально полезную, это будет самое лучшее, истраченное 2700 рублей. Это дешевый очень курс, очень полезный, но очень качественный, где я вот это все детально вообще простраиваю. В чем там суть? Значит, вы смотрите все уровни, детализировано, там 4,5 часа лекция, я вот прям рассказываю, 4,5 часа, ищите себя, где вы находитесь на данный момент. То есть ключевое, это понять, где вы сейчас, какие плюсики у вас есть в схеме, каких нету. В конце там есть тест, то есть тест заключается в чем? Это колесо такое, некое баланс дизайнера, где ты проставляешь, там известно, у меня на нуле, значит, общение с клиентами, там на десяточку, значит, работа с коллегами, там на пятерку, ты проставляешь свой баланс, и исходя из этого баланса, понимаешь, какой твой собственный, будет следующий шаг, то есть тебе сама система дает ответ. Ты либо соглашаешься, либо не соглашаешься. В этот курс даже включенный, получается, и мой разбор в конце, поэтому вот, наверное, вот так я могу сказать. Ключевое, это понять, где ты сейчас находишься, куда ты хочешь пойти, и построить вот для себя, лично, персонально, у каждого свой путь, тут нельзя, что вот кому-то так, а кому-то иначе. Кто-то через известность идет, вот геометр, знаете, там Павел Герасимов и Иванов, вот они как бы, они у меня учились, у них известность пошла, говорит, мы хотим быть известными, отлично, вам, значит, вот эту часть прокачивать. Мы сделали им там именно позиционирование, упаковку, давайте YouTube снимать. Вот у них отлично пошло. Дмитрий там у нас есть, он выступает, причем я не ожидал, что он будет выступать, он очень-очень, как бы боялся этого дела, а сейчас он ездит вообще везде. Очень круто. То есть непонятно, что именно вам пойдет. То есть тут надо понять, где именно ваша точка, вот как бы тестом решается. Вместе с книгой тоже можно будет оформить, я сейчас подойду, если кому-то интересно. Станислав, ну спасибо большое за вашу бизнес-хему. Спасибо. Спасибо. Город Москва. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. И те, кто хочет общаться лично, добро пожаловать.